17 февраля, среда, новости на Думской ТВ. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях этого дня. В Аркадии сносят знаменитую ротонду. На ее месте собираются построить ресторан. Завершился прием документов для работы в открытом таможенном пространстве. Обратная сторона Одессы. Доволановский спуск. Премьер без доверия. Заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко призвал Арсения Яценюка уйти в отставку. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады Украины. Накануне народные депутаты признали работу правительства неудовлетворительной. Однако голосование за отставку провалили. Подробнее расскажет Юлия Пробачай. На утреннем заседании парламента народный депутат Алексей Гончаренко призвал премьера Арсения Яценюка сложить полномочия. Вчора парламент зганьбився. Спочатку висловив недовіру уряду, проголосувавши за незадовільну роботу уряду в минулому році, потім не давши голоси за відставку цього уряду. Звичайно, це є яка шизофренія, яку не розуміє ніхто і, головне, це не розуміють громадяни України. Який є сьогодні вихід з цієї ситуації? Перший і найкращий. Арсений Яценюк як прем'єр-міністр може сьогодні, він має цілий день для цього, вийти з заяву про відставку. Фракция оппозиційного блока многократно заявляла о недоверії парламенту. Однак, коли дело дошло до голосования, продемонстрировала іную позицию. Тільки 8 із 49 депутатов проголосовали за відставку прем'єра. Такі действия Алексей Гончаренко считає предательскими і популистскими. К сожалению, багато народні депутати і практично всі депутати-одіссіта не проголосовали за відставку кабміна Арсения Яценюка. Фактично, це означає, що вони взяли на себе ответственность за це правительство і за всі результати його роботи. Так, відставку действуючого правительства підтримували всього три одеських нардепа, включая Алексея Гончаренко. Не голосовали 5 депутатов із партии Відродженя – Антон Кисе, Виталий Барвиненко, Александр Пресман, Леонид Климов і Василий Гуляєв. Ніколай Скорик із ОПА-блока, Сергій Фаєрмак, Евгений Дейдей, Павел Лунгурян – представители Народного фронта. Внефракціонний Сергей Кивалов, а також Іван Фурсин із Воля народу проигнорировали заседання высшого законодательного органа страны. Юлия Пробачаї, Думська ТВ. Новий долларовый рекорд. Официальная денежная единица США преодолела отметку 27 гривен. Последний раз резкий скачок доллара наблюдался в феврале и марте 2015-го. 17 февраля Национальный банк Украины повысил курс на 19 копеек, а днем ранее на 67. Подорожало и евро. НБО оценил его в 30 гривен. Финансовые эксперты поясняют, украинская валюта зависима от российского рубля, и если он падает, обесценивается и гривна. Уже в ближайшее время, прогнозируют специалисты, доллар может стоить 28-29 гривен. И по российскому рублю, и по украинской гривне вполне возможно скоро наметятся развороты. Но говорить, что это уже отметка, вряд ли будет. Я осенью говорил, что украинская гривна должна будет подойти к уровню важному. Это 28-29 за доллар. И вот мы к этому практически подошли. Мы уже сделали 27, я знаю, сегодня 27-10 на черном рынке. Аркадийская ротонда пошла под снос. Знаковые для Одессы объект разбирают под строительство ресторана. Территорию выкупил частный инвестор. В то же время в Одесском ГАСКе заявляют, застройщик ведет работы незаконно. Александр Тарасенко расскажет подробнее. Знаменитая Аркадийская ротонда была построена в 60-х годах прошлого века. В ней снимали эпизоды сразу двух художественных фильмов – «Дежавю» и «Приморский бульвар». Но теперь ее время похоже истекло. Этот объект, построенный в 1965 году по проекту архитектора Гольденберга, когда-то был изюминкой Аркадии. Теперь знаменитая ротонда выглядит совсем иначе. Строение, которое в последние несколько лет служило в качестве площадки для ночных клубов, практически полностью разобрали. Местные жители недовольны таким поворотом событий. Я и с внуком приходила сюда, он бегал туда наверх. Там люди дышали воздухом нормально. Вы что? Что это сделали? Хотя состояние, в котором пребывал объект в последнее время, явно требовало ремонта, говорят одесситы. Он был в таком состоянии, этот объект, что его давно было право перестроить. На паспорте объекта изображения нового строения пока нет. В Одесском ГАСКе заявляют, застройщик не получал разрешения на изменение облика ротонды и начал строительные работы незаконно. Это уже является самочинным выделительством, самовольным строительством. И, соответственно, дальше мы уже совместно с инспекцией, уже в объеме их пока имеющихся полномочий, мы будем дальше принимать меры по закрытию строительства и при остановке его. Вручить предписание о запрете строительных работ лично в руки директору фирмы-застройщика у чиновников пока не получается. По месту регистрации предприятия никто не появляется. Застройщику грозит штраф в размере как минимум 129 тысяч гривен. Но пока работы по сносу ротонды продолжаются и повлиять на строительную фирму никто не может. Александр Тарасенко, Дмитрий Ищенко, Думская ТВ. Желание работать в новом открытом таможенном пространстве заявили почти 2000 человек. Центр, расположенный в здании Одесского морского вокзала, будет оформлять грузы по принципу единого окна. Свои заявки на участие в конкурсе присылали со всей Украины. 15 человек на место. Такого высокого конкурса на должность работников таможенной службы еще не было, заявляет руководитель ведомства Юлия Марушевская. Я глибоко вдячна тим людям, які подали свої резюме, повірили в нас і захотіли стати часткою чогось більшого. Ви знаєте, що зазвичай потрапити в митну службу було майже неможливо. Або за знайомством, або за дзвінком, або за гроші. Те, що зараз відбувається, це вже зміна в митній службі. Тому що звичайні люди можуть сюди потрапити. Стандартна зарплата работника открытого таможенного пространства составить до 2 тисяч гривень. Однака кандидатів це не пугає. Я студентка, я учусь на стипендию. І я вполне знаю, що таке вложиться в 724 гривні в місяць. І я можу сказати, що це вполне реально. Тому я живу, скажімо так, вполне вкладываюсь в цю суму. І тому я считаю, 2 тисячі даже, ох, спасибо і на цьому. В течении полугода после начала работы заработну плату планирують повысить до 10 тисяч гривень. Але головний мотив – професіональне розвитие і желание вложити свою лепту в становління страны. Говорит кандидат на должність інспектора таможенного оформління Валентин Харуший. Вирішив спробувати свої сили, тому що хочеться внести свій шматочок в розвиток держави, в розвиток суспільства і для себе зрозуміти, чого я вартий в цьому світі, для свого підвищення професійного рівня. В будущем зале центра расположиться 130 інспекторів. Время процедури оформління грузів уменьшиться до 15 минут в зелёному коридоре і до 1 часу в красному. Строительні роботи планирують завершити вже в середіні апреля. Рабочі трудяться в три смені. Кандидатам на должність работників центра предстоит пройти ще нескільки етапів відбора. Це інтерв'ю, екзамен в виде тестування на знання українського законодательства і собеседовання з членами конкурсной комісії. Результаты должны обнародувати в середіні марта. Павел Репин, Евгений Ячменцев, Думская ТВ Регулировать собирається путем подсчета примерного удельного потребления ресурсів на квадратний метр. Уже сейчас определены предприятия, которые потребляли энергию бесконтрольно. Главврач больницы, он знает, что в прошлом году сжег такое-то количество газа, угля, и он на следующий год делает такую же заявку. Ему нет никакого смысла как-то экономить, думать о том, чтобы уменьшити це потребление. А сколько он не запросит, ему столько центра и выделить. Многие учреждения отапливаются углем, а уголь, как вы понимаете, легко воровать. И этот проект еще и поможет немножко бороться с этим явлением. Все предприятия и учреждения вносятся в единую интернет-базу. Сейчас она насчитывает более пяти тысяч учреждений Одесской области. Эксперты анализируют и вычислят здания, где потребление энергии завышено. Следующий шаг – воплощение идей для ощутимой экономии. Утеплеть эти здания и перейти, например, от центрального теплоснабжения, уменьшить нагрузку на городские сети и перейти все-таки к индивидуальному утоплению. А в тех лечебных учреждениях, где стоит счетчик и есть от центрального теплоснабжения, установить индивидуальные тепловые пункты, чтобы можно было регулировать это потребление из центральных теплосетей и таким образом улучшить качество теплоносителя, который подается в лечебное учреждение. Организаторы уверены, сократить энергопотребление можно до 10%. Все разработки проекта велись за счет меценатов и грантовых денег. Юлия Долганек, Александр Бондарь, Думская ТВ. Яблоком раздора стал элеватор Дубинова в Савранском районе. Яков Осташ, который по собственному желанию вышел из состава учредителей, изменил решение. Сегодня он заявляет, что на его предприятии происходит рейдерский захват. Экс-владельца элеватора, который и пригласил в свое время Осташа на работу, такие заявления по меньшей мере удивляют. В ситуации разбирались мои коллеги. Крупный хозяйственный скандал разворачивается вокруг общества с ограниченной ответственностью элеватор Дубинова. Яков Осташ, называющий себя единственным владельцем предприятия, в судебном порядке наложил арест на имущество. Предприниматель заверяет, его незаконно вывели из состава учредителей. Прекрасно ранним днем я просыпаюсь, и мне мои юристы говорят, Яков Михайлович, предприятие уже не ваше. Я говорю, как не важно. Я поначалу подумал, что это шутка. Андрей Мусиенко представляет интересы нового владельца элеватора Игоря Полонского. Он подчеркивает, что процедура выхода из состава учредителей полностью отвечала требованиям действующего законодательства. Никаких реальных доказательств якобы рейдерского захвата Осташ в суде представить так и не смог. Осташ Яков написал заявление о выходе из состава учредителей. Заявление было подписано у нотариуса. После этого был подписан, кроме того, протокол собрания учредителей, согласно которому он выходит из состава учителей и принимает состав учредителей Полонского и Игоря. Соответственно, после этого документы были поданы в регистрационную службу и были внесены изменения в устав. Яков Осташ был приглашен на работу фактическим бывшим владельцем предприятия Леонидом Халлиным. После пропажи при странных обстоятельствах большой суммы, за которую отвечал Осташ, Леонид предложил ему выйти из состава учредителей. У вас есть возможность обратиться к людям, которым мы не предали эти объекты. Их более 30 человек. Взять у каждого интервью, пусть расскажут, кто с ними договаривался, кто кому продавал, кто им деньги платил за это. У меня есть полностью все документации, практически по каждому гвоздю, где оно было куплено и у кого было куплено, за какие деньги. Леонид Халлин готов предоставить все документы, подтверждающие, что именно он в свое время приобретал предприятие за 150 тысяч гривен. Более того, имущество элеватора и сегодня является собственностью бизнесмена. В свою очередь, Яков Осташ заверяет, покупал предприятие самостоятельно. Средства на это начал копить еще в детстве. Я с 12 лет работаю. С 12 лет. Первое, на чем я заработал, это я сдал бутылки, купил жвачки и продал своим одноклассникам. Вот это первые деньги, которые я заработал. Сегодня Яков Осташ оценивает элеватор Дубинова в 6,5 миллионов гривен. Столь внушительная цифра, по сути, за склад удивляет Леонида Халина. Ведь владельцем имущества, которое составляет главную ценность элеватора, является именно он. Рассмотрение хозяйственного спора суд продолжит 23 февраля. За развитием событий будут следить Алла Есина, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Экспорт сексуальных услуг. В Одесском аэропорту задержали женщин, которые организовали отправку девушек в турецкие бордели. Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, арестовали двух гражданок Украины, которые наладили отправку девушек в иностранные публичные дома. Об этом сообщает издание Думская НЭТ. Вместе с организаторами задержали и троих девушек, которых должны были отправить на работу в Турцию. По данным пресс-службы управления, возраст задержанных от 21 до 27 лет. В ближайшее время будет определена мера пресечения. Разрушенные здания, горы мусора и ямы на дорогах. Деволановский спуск напоминает индийские трущобы. Почти 20 лет бывшую карантинную балку не ремонтируют. Городская власть разводит руками все в частной собственности. На улице контрастов побывали наши корреспонденты. Одесса славится своими архитектурными сооружениями, особенно в историческом центре города. Но одна из старейших улиц Южной Пальмиры напоминает трущобы. Разваленные дома и дорога. Повсюду мусор. Обратная сторона Одессы. Деволановский спуск. Канава в самом центре города. Так называют этот спуск одесситы. Бывшую карантинную балку не ремонтировали почти 20 лет. У одесского архитектора Алексея Шапорина есть два альтернативных варианта. Превращение существующего полуразрушенного спуска в транспортную магистральную, которая разгрузила бы улицу Польскую. Либо же превратить ее в культурный туристический объект, добавив новых красивых зданий, приведя в порядок старые здания. Сохранить первоначальный вид некоторых зданий уже невозможно. Бывшее производственное здание завода «Эпсилон» находится сейчас в таком состоянии, что, скорее всего, его придется демонтировать. Деволановский спуск. Улица контрастов. С одной стороны возвышаются элитные многоэтажки, а с другой – дома, напоминающие трущобы. Полуразрушенные здания украшены граффити, на фоне которых позирует молодежь. Надо как-то привести в порядок, чтобы тут… Ну, красиво – это все-таки центр, и можно было нормальные здания какие-то построить. Деволановский спуск – это лицо нашего города, Одессы, нашей жемчужины в море. Такая дорога магистральная не должна вот так вот в таком хламе находиться. Карантинная балка всегда была злачным местом. Во времена старой Одессы здесь жили рабочие, воры, шулеры и девушки легкого поведения. Тем не менее, Деволановский спуск имел огромное значение благодаря порту. Архитектор, в честь которого назвали улицу, продумал все до мелочей. Он строил карантинный молк, который ограждает весь город, в сущности, от штормов и опасных ветров. Там была киамика 14-го столетия, можно ее назвать генуэзского происхождения, а вообще так называемая люстровая киамика, ианского происхождения. Когда именно Деволановский спуск приведут в порядок – неизвестно. В мэрии говорят – все в частных руках. За дальнейшей судьбой улицы Контрастов будут следить Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Евгений Очменцев и вся Думская ТВ. Как провести отпуск и не заставить всех тебя ненавидеть? Наши корреспонденты поехали отдыхать в Гуа и вернулись не только загаром, но и сюжетом. Журналисты пытались учить индийцев украинскому языку и находить отличия между украинцами и русскими. Больше расскажет Ольга Китик. Здесь уже не раз вступала нога украинца. Но пока вокруг только англо-русские баннеры. На этом индийском курорте вы можете встретить десятки соотечественников. Однако местные все равно будут кричать вслед русские. Мы поехали на Гуа отдыхать и развеивать миф о том, что путешествуют только жители соседнего государства. Пришлось учить индийцев украинскому и рассказывать о войне на востоке нашей страны. Началось все с объяснения местным, что Украина – это не Россия. Но долго играть в угадайку не пришлось. Индийцы и сами смогли найти отличия. «Когда украинцы приходят в мой магазин, они очень хорошо говорят по-английски. Они открыты, они всегда улыбаются. А русские – они хорошие, простые, как пять пальцев, но не все». Ювелир не очень вникает в геополитический конфликт. Поэтому за его спиной висит и георгиевская лента, и флаг Украины. «Это подарки». Однако сюда приезжают в основном россияне. Украинцев, живущих тут посезонно, местные почти не знают. Но говорят, что с радостью будут работать бок о бок с нашими соотечественниками. «Белому человеку трудно только сделать визу, а найти работу несложно. Потому что в Гуа много славян, и украинцы смогут с ними общаться на знакомом языке». К белым людям местные доброжелательны. Но иногда диалог между представителями культур не устанавливается. «На рынке один из местных решил помочь нам с выбором. Радушный индеец представился Максимом. Показывал нам, где фрукты дешевле, специи лучше, а рыба вкуснее. Но когда дело дошло до его торговой точки, дружелюбие начало иссякать». «После того, как мы услышали неоправданно высокую цену на товар и отказались его покупать, индеец начал вымогать деньги за экскурсию по рынку». «Но мы же не просили, вы сами захотели». Впрочем, это был единичный случай. В основном местные к украинцам открыты. Они готовы делиться едой, рассказывать истории и даже петь вам песни. Это были все новости на сегодня. Информация от синоптиков далее. По телефону редакции Думская ТВ 788-0075 вы можете сообщать о интересных событиях, свидетелями которых вы стали. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего и до встречи в эфире. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!